Данная статья посвящена вопросам, чем покрасить или чем обработать парилку в бане внутри. Для начала поговорим про составы. Много кто сразу скажет сходу, что парилку в бане обрабатывать внутри вообще ничем не надо, потому что это все химия, а химия всегда вредная, а тем более в бане. Конечно, если понимать под словом химия искусственно полученные органические соединения, то да, многие из них ничего хорошего не принесут живым организмам, попадая внутрь. Но, извините, мы сами тоже состоим из органических соединений и едим мы тоже их. То есть, по сути дела, мы сами тоже химия и едим тоже химию в определенном смысле этого слова. Просто не надо так ставить вопрос, когда мы говорим о том, какую химию использовать в бане. Парилка, в отличие от, например, жилого помещения, это место, где повышенная температура воздуха. А повышенная температура делает все вещества различные, разнообразные, более летучими. Это и запахи трав, это запахи смолы в древесине, это фенолы в минеральной вате. То есть, получается, благодаря тому, что температура повышенная, любое вещество сильнее отдает из себя испарение. И полезное, и вредное, и хорошее, и плохое. Вот с этим нужно считаться. В общем, если вы чувствуете запах какого-то вещества, значит, это вещество в достаточной мере нагрелось и, что называется, фонит. То есть, пахнет, короче говоря. И вот плохо, когда фонить начинает краска, или лак, или ПВХ, или минвата, или сульфиды в камнях. Это тоже, кстати, серьезная проблема. Мы об этом рассказывали на нашем сайте парилочка.ком. Если интересно, то ссылочку тоже оставлю в описании. Поэтому в парилку стараются не ставить пластик. В парилке используют для утепления только те теплоизоляторы, которые при нагреве не выделяют связующие вещества. Если это, например, минвата, то, значит, пометка должна быть на упаковке, что это минвата для саун и бань. В общем, пахнет в парилке все сильнее, чем в любых других местах. Поэтому нужно, чтобы эти вещества, просто источая запахи, не вредили нам. Важный момент. Именно в парилке отказываются от использования лаков и красок на основе органических растворителей. Но современная лакокрасочная промышленность уже сделала технологический шаг к большему человеколюбию и экологичности. Сейчас есть лаки и краски на водной основе, которые практически не пахнут даже при нанесении. А после высыхания образуют довольно стойкий полимер. То есть это вещество полимеризируется, образует полимер, который вообще практически ничем не пахнет. Поэтому, к примеру, финны, прекрасно зная, какие температурные режимы у них в парной бывают, делают и продают составы, которые прошли проверку и считаются безопасными. Это и есть акриловые покрытия на водной основе. Либо же это пропитки из совершенно безопасных масел, например, льняного, парафинового и так далее. Впрочем, даже не причиняя краске вреда здоровью своим запахам, она же довольно плохо реагирует на увлажнение, норовит отслоиться, повиснуть клочками-лохмотями. Поэтому, если чем и красить парилку в бане, то только специальными составами, которые годятся для ванных комнат. Обычно это прямо на упаковке и написано. Вот такие покрытия, которые для ванных комнат и душевых, вот такие покрытия являются водостойкими. Лаки. Все-таки натуральное дерево в парной – это такой встроенный норматив. Так сказать, мы считаем, что это по умолчанию. Парилка должна быть деревянная. Поэтому как-то и мысли не возникает о краске, которая скроет текстуру дерева. Да и незачем. Сейчас можно тонировать лак любым колером, хоть зеленым, хоть розовым, какой вам в голову взбредет. На секундочку задумаемся о том, зачем вообще искать лак для парилки в баню. Дерево, которое подвергается нагреву и увлажнению, подвергается деформациям. Дерево набирает влагу, разбухает, потом оно высыхает, сокращается в объеме, часто после этого оно трескается. И если дереву не удается нормально высохнуть, то этим пользуются грибы и бактерии, перерабатывая целлюлозу в гниль. Для них целлюлоза – это пища, а гниль – это продукты их жизнедеятельности. Можно, например, защитить пол, причем использовать для этого водостойкий яхтный лак. Даже при том, что он, яхтный лак, содержит полиуретан или уретан, все дело в том, что на полу, в сауне, например, температура низкая. У финнов даже обязательно специально 5-10 сантиметровая щель под дверью в парную, чтобы вентилировался пол. Но вентиляция – это отдельная история, мы об этом не раз говорили. И у нас на канале «Парилочка», и на сайте «Парилочка». Сейчас не об этом. В русской парилке, если не делать специальных теплых полов, то температура пола тоже не такая уж высокая. Выше 30 градусов вряд ли она будет. Поэтому и тут яхтный лак не повредит. Водостойкий, с высоким сопротивлением к истираемости, лак сделает пол более долговечным. Только не допустите такой проблемы, как на ролике мы приводим у нас на «Парилочке», когда пол-то был пропитан яхтным лаком, но из-за образовавшегося в нем углубления все равно все загнило. Стены тоже можно покрыть лаком, но уже более безопасным. Внимание, это может быть любой акриловый лак, на котором четко написано, что он предназначен для стен сауны. Кстати, про такие лаки мы немало писали. Если интересно, посмотрите, ссылочку дам в описании под этим видео. Такие лаки есть у разных производителей, как у российских, так и у зарубежных. Есть они у «Текноса», «Белинки», «Текурилы», «Делюкса», а также у наших «Ниамида», «Синежа», «Рагнеда» и других. В общем, если вы покупаете такой лак, и к нему есть сертификат, то есть сертифицированный товар, то значит товар годный, можно пользоваться. Масла. Когда говорят о масле для парилки в баню, то подразумевается пропитка для дерева, но не олифа. Давно уже разработаны составы, которые не пахнут так, как пахнет олифа. В частности, никакого запаха нет, например, от парафинового масла. О нем мы отдельно писали у нас на парилочке. Обработка бани внутри парилки маслами обычно ограничивается покрытием ими полков. Так поступают, потому что это наиболее безопасный для человека способ защиты дерева. Если интересно, про полки целый раздел у нас на парилочке можете почитать, в том числе там и про пропитку полков. Продажи можно найти как жидкие масляные составы, непосредственно масла, так и более твердые разновидности, содержащие помимо масла еще пчелиный и разнообразный другой, не только пчелиный воск. Такие еще называют масловосками. Последние даже лучше, учитывая, что дерево издавна натирают воском и не только для того, чтобы оно красиво блестело, но и для увеличения срока его службы и защиты от всякого рода вредителей. Теперь давайте поговорим про покрытие для разных видов поверхностей. С другой стороны, подойдем к теме обработки парилки бани изнутри. Здесь мы уже краем упоминали о том, что температурный режим парной неоднороден. В нем есть места с более и менее высокой температурой. Логично, что во время работы печи самыми нагретыми будут области рядом с печью и под потолком, потому что нагретый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому покрытия для пола отличаются от покрытий для потолка и стен. В силу того, что многое уже было сказано выше, мы кратко пройдемся по всем видам поверхностей парилки в бане и чем их обработать. Чем обработать стены? О том, чем и как можно обшить парилку, можно узнать из нашей статьи на сайте парилочка.ком «Как обшить парилку». Там рассказываем подробно про обшивку. Здесь же скажем, что варианта, собственно говоря, всего два, или два с плюсом, это либо цельное бревно, брус, либо вагонка. Почему я сказал с плюсом? Потому что есть еще способ отделки бани необрезной доской. Неплохо получается, если хорошо сделать. Но в этом случае применимы те же принципы, что и для вагонки. Значит, и в том, и в другом случае брус-бревно, либо вагонка-доска, вагонка сама по себе, это и есть доска, собственно говоря, только профилированная. Речь идет о натуральном дереве. Поэтому все составы для парилки ориентированы именно на него, на дерево. Чем красить сруб в парной? Первый вариант вы и так знаете, ничем не красить. Многие так и поступают. Но если по какой-то причине этот вариант для вас не годится, то можно покрыть парилку в бане из бруса или сруба либо пропиткой для дерева, либо акриловым лаком. В принципе, дерево не потемнеет и будет меньше рассыхаться при обработке обычной пропиткой, но ее придется потратить довольно много. Рассчитать количество вы сможете, узнав у продавцов количество слоев и расход пропитки на квадратный метр. Лаки на водной основе тоже защитят древесину и они более декоративны за счет добавок колера или даже перламутра. Да, именно так мы встречали текуриловский акрилатный лак Супи Арктик именно с добавкой перламутра. Вероятно, это должно было на контрасте символизировать мерцание снегов в раскаленной парилке. Колеры, как уже говорилось, давно не повторяют только желтые и коричневые цвета разных пород древесины, там, например, дуб, сосна, там еще что-нибудь такое, но большинство из нас консервативны и не желают какие-то колеры использовать не деревянного цвета. Никто почему-то не хочет делать бревна в парилке бирюзового цвета или какого-нибудь фиолетового. В общем, можно использовать колеры, любые какие хотите. Чем обработать вагонку в парной? Обрабатывать вагонку в парилке бани следует теми же самыми составами, которые бы вы использовали, если бы у вас была баня из сруба. Кстати, совет. Рекомендуем первоначальную обработку вагонки проводить еще до ее монтажа, прокрашивая вагоночки, досочки с обратной стороны тоже. Понятно, что после того, как вы обошьете стену или потолок вагонкой, вам будет уже доступна для прокрашивания только ее лицевая часть. Поэтому, если хотите, чтобы она дольше сохранилась, лучше заранее сначала пропитать ее изнутри и снаружи, потом уже обшивать. Но это просто предложение, никто не настаивает, конечно же. Кстати, у нас была еще более даже подробная статья о том, как и чем обработать вагонку в бане, не только в парилке, а вообще в бане. Можете посмотреть ее по ссылочке в описании или перейти на статью на нашем сайте парилочка.ком «Чем обработать вагонку в бане». Обработка пола. Если у вас пол из керамической плитки, то в дополнительной обработке она, понятное дело, не нуждается. А вот если пол у вас деревянный, то защитить его от действия влаги все же стоило бы. Здесь тоже вы можете на свой выбор воспользоваться либо пропитками, либо аквалаками. Выше мы уже говорили о допустимости использования яхтного лака. Эта разновидность рассчитана на покрытие деревянных лодок и яхт, длительное время пребывающих в воде. Поэтому периодические проливы воды на пол такому лаку не страшны. То есть, если им яхты покрывают и не страдает он от воды, то тем более мокрый пол в бане он защитит. Если вы все еще переживаете по поводу выделения летучей органики, просто тогда знаете, что сделаете? Самостоятельно замерите температуру пола во время парения. То есть, вот, когда будете в следующий раз париться, положите на пол градусник. И если температура пола не превышает 30 градусов, а скорее всего так оно и будет, то беспокоиться не о чем, потому что 30 градусов бывает и летом в жаркую погоду, и в жилом помещении. Поэтому можно пол спокойно покрывать таким лаком. Кстати, нет повода переживать за пол рядом с печкой, потому что обычно этот участок надежно защищен. Ведь печь предпочтительно ставить на кирпичный подиум, отделанный плиткой. Наиболее тяжелые печи имеют свой фундамент, хоть, может, и небольшой, но свой фундамент. Кроме того, обычно перед топкой всегда кладется металлический, так называемый предтопочный или топочный лист для защиты от искр, выпадающих угольков. Если у вас нет такого листа, то значит надо положить его на деревянный пол обязательно. То есть тут можно не переживать за покрытие, за нагрев его. Основное отличие покрытия для пола состоит в учете того факта, что мы по ним ходим, а трение приводит к истиранию. По стенам, по потолкам мы не ходим, поэтому они и так не истираются, как стираются полы. Соответственно, покрытия для полов должны быть более прочным. При этом ничто вам не мешает приобрести состав без повышающих прочность добавок. То есть можно покрыть пол и не половым покрытием, просто его чаще придется обновлять. Надо с этим считаться. Обработка потолка в парилке бани. Несмотря на то, что потолок наиболее жаркая часть парилки, не считая пространства рядом с печью, покрытия для потолка обычно используются те же самые, что и для стен. Разумеется, что они должны быть специализированными именно для парной. То есть никто не ищет и не покупает и не продает состав для потолка. А берут тот же состав, что и для стен, но для стен парной. Чем покрасить полки в бане? Подробный материал о том, чем красить полки в бане, вы найдете в нашей отдельной статье про пропитки для полков. Здесь же скажем, да, ссылка будет в описании, здесь же скажем, что лаки и краски для полков не годятся, потому что они находятся в контакте с человеческим телом. И теплопроводность лаков и красок отличается от теплопроводности дерева. Поэтому слой лака или краски, нагревшись в парилке, мог бы обжигать кожу. Единственный доступный, правильный вариант – это пропитки. Пропитки не дают полкам потемнеть и пропитаться, и пропахнуть потом. Вы замечали, в парилках старых бань присутствует такой характерный кисловатый запах. Это прокисший пот множество тел, которые оставили его на данной древесине, питавшийся туда. Так что нужно использовать пропитки. Они не дадут потемнеть полкам и пропитаться, и пропахнуть потом, как я уже сказал. И заодно увеличат их долговечность, потому что делаются полки обычно из липы или осины, или другой мягкой древесины. Древесина мягкая, нестойкая к гниению и заражению. Поэтому нужно их пропитывать. Чем покрыть окна и двери? Окна и двери тоже чаще всего делаются из дерева. Исключения есть, например, стеклянные двери в саунах, сделанные из специального жаропрочного полотна. Но, кстати, и стеклянных дверей в саунах тоже есть деревянные короба. Дверные коробки, так называемые. В любом случае для покрытия дверей следует использовать те же составы, что и для стен парной. По крайней мере, с внутренней стороны. С внешней, при необходимости, вы можете использовать любой состав, который будет соответствовать общему дизайну помещения. Подробнее о том, чем покрасить дверь в бане деревянную, металлическую или пластиковую, была у нас отдельная статья. Можете посмотреть по ссылке в описании. Что же касается окон, то само их наличие в парилке вообще-то спорный вопрос. Надо окна в парилке ставить или не надо окна в парилке ставить. По этому поводу есть споры, и мы об этом тоже писали у нас на парилочке. Но сейчас не об этом. Если окна и делают, то лучше, если их делают толстыми, окна с несколькими стеклами, с двумя, может даже с тремя, внешняя часть окна, выходящая на улицу, будет подвергаться воздействию осадков. Поэтому ее нужно защитить. Можно защитить все тем же яхтным лаком, если, конечно, окно не из ПВХ снаружи, но про окна ПВХ для бани мы тоже делали отдельную статью. И ролики об этом делали. Если интересно, посмотрите. Внутреннюю же часть окна в парилке можно покрыть либо акриловым лаком, либо пропиткой. Собственно говоря, так же, как и тем же материалом, что и стены можно. Итак, мы с вами рассмотрели тему, чем обработать парилку бани внутри. Интересна ли вам эта тема? Вызвала ли она у вас вопросы? Может быть, критику или замечания? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. На этом все. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok